всем привет с вами Райанур и прекрасного настроения у меня наконец-таки наступило лето лето это означает то что к нам в скором будущем придут наконец-таки еще некоторые гномоды вот я тоже попробовал поэкспериментировать и понял что никаким образом у меня не получится установить дверку да просто между этими оградками поэтому мне пришлось построить наиболее эстетично подходящие к этому делу доски досочные стены да вот и теперь мы сможем здесь поставить красивую такую дверь и надеюсь эту дверь яки не смогут проходить насквозь неё но это в принципе просто фэн-шу и не более того но тем не менее красиво 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 но стенку которая случайно тут используя некоторый бак с полами с заменой пола нашел жилу я ее заделал не специально получилось сами видели вообще-то неизвестен еще один баг точно также можно пожалуй искать еще причем даже менее успешно да можно сделать командой dick ram down если не ошибаюсь да вот взять и так вот выбрать и вот пожалуйста точно также мы находим жилу что здесь есть жила чего-то если вы туда копнем то жилу там и найдем а если мы заменим replace floor допустим да ну точно также да мы тоже начнет найдем эту жилу причем дырки которые внизу да мы не найдем а мы найдем именно жилы так что вот такой еще метод есть тоже более успешный на самом деле в поиске читерском поиске таких вещей как жилы и солнце взошло это означает что нам пора раскопаться так ну чтож почему раскопаться потому что скоро скоро к нам придут гномоды будь они не ладно их на самом деле есть конечно острое желание вообще законсервироваться чертовая бабушки и вообще никого к себе не пускать все вот вообще реально было гораздо меньше проблем таких в таком раскладе у меня тут все шахтеры спят поэтому заняться этим делом некому до прибыли три гнома да дай бог им здоровья давайте ознакомимся кто тут у нас хотя бы к нам пришел как данный гномод у нас если не ошибаюсь это очередной строитель да ну конечно можно 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 но не нужно строители у нас знаете ли достатки а вот фермеры нам всегда пригодятся вообще конечно нужно уже подуматься задуматься конечно о профессиональной армии ну например вот пожалуйста гном от ничего не умеет толком ну и тем не менее еще крайне полезному задуматься а вот пара гноматов гном отдав ничего не умеющих делать пожалуй вот вы у меня сейчас поначалу будете просто немножечко таскать или давайте мы создадим вообще профессию профессия у нас будет называться fighter у него будет куча обязанностей а именно никаких вообще у нее обязанностей не будет разве что разве что да ладно вот у вас обязанности по мелочи будут конечно никуда вот этого не уйдете по сути дела этот fighter будет тот же самый фа фермер на ну а что делать поначалу надо же как-то выкачиваться на чем-то а так тем не менее да вот ферме будет у нас просто чтобы их могли просто отличать вот а так все они будут делать все то же самое хоть и водку газета будут гордо звучатся файтерами и вот последние два гнома до которые прибыли у нас будут файтерами то есть вояками вот и да но прибывших гномов мы все равно пока что означаем в ополчение самую последнюю нашу стареющие что-то там идализаторы орлов так наша называется да вот более детально все таки какие у нас будут воины и не воины и тому подобные вещи мы подумаем тогда когда у нас появится что-то более интересное чем у нас есть сейчас на бедные гномоды не к нам не могут прийти потому что потому что у нас шахтеры спят наконец-таки сейчас наши три гномода прибегут и заодно если не ошибаюсь сейчас принесут там тушку гоблина доблестно доблестно помершую от об медведя вам чтобы этот же медведь не решил что мы тоже съедобный и хотим с ним сражаться что тоже зачастую бывает так вот еще полезного ничего полезного так и вот сейчас мы обратно смотрим как волокут тушу гоблина на разделы на разделку что не может не радовать наши воины уже не воины вообще наши гномоды потихонечку гномы потихонечку наряжаются наряжаются медную броню так не живи все строители теперь спят нет строители не спят все нормально сделали так ну что ж лето в полном разгаре покос идет полным ходом и нам пожалуй пора по моему мне кажется уже дверь сделали да есть сделали поэтому установим ее сюда и закончим нашу ограду так не план тока а то и не план конечно хорошо но но совсем не в тему так уже всю ограду почти достроили красиво тут на тебя и пожалуй все мы практически сверху как минимум да точно не снизу а вот не с нижней части а верхней части так не взяли как нибудь дверь это на сказать так что нельзя запереть его как двор фортрес нельзя сказать чтобы по извините за этот гум как двор фортресе нельзя заставить гномов туда что называется никого кроме гномов не пускать кстати так как нельзя нельзя так вот сделать еще проверим проверю все таки меня очень интересует все таки эта вещь не нельзя на кладбище нельзя поставить даже навесной факел тоже нельзя поэтому вот у нас теперь сверх убер эстетичное пастбище самое на и пастбищенское пастбище из всех пастбищ ну что что то хорошо это прекрасно мне нравится и у нас прям уже аж переизбыток семян сушеницы прошел прям аж теперь уже это хорошо прям так хочу нам бы подумать надо вообще по хорошему по большому счету да вот я хочу выращивать 14 ящ яков так давайте поставим на паузы и включим а хотя к чему паузы на книг чему нам никто сейчас не прорвется да это не прорвется да вот мне нужно прокормить 14 яков примеру и чтобы мне успешно их прокормить мне нужно на каждого на каждую скотину да на 12 дней плюс еще пару дней запаса то есть 14 квадрате иметь в результате то есть 196 соломы и вот если у нас будет 196 соломы означает что мы можем безбедно прокормить наших яков 14 аж голов то есть скоро у меня это этого хватит будет в достатке соломы поэтому я могу начинать заниматься такой вещью как обустройством наконец-таки полноценных спаленс на полноценными вот уже гномы начали падать от усталости да мы начнем с обустройства полноценных спален для этого мне нужно начать строить кровати я хочу вот такие кровати строить для этого нужны ну что вы мне строили их я хочу делать березовыми вот такие вот кровати да и начнем их потихонечку березовых пяток кровать кровати зачем пяток что-то я совсем уже задумался одну одну сделает будет достаточно как появится у нас первая так и появится и все все у нас будет тогда хорошо так бездельничаем никто не занимается надеюсь как сказать бездельничным спят где пришлось а так реально конечно бездельников тоже уже хватает например вот шахтеру шахтеру но нечем заняться давайте-ка шахтеру мы озадачим такую вещь что вот здесь вот например да а извинитесь этот звук был вам слышен мы выкопаем лестничку наверх чтобы посмотреть здесь во первых скорее всего будет получается серпентиновый выше уровнем да скорее всего будет серпентиновый выше же уровнем будет еще залежи у нас и того же самого ну-ка давайте раскопаем стеночку здесь вот так вот и чё-то у нас медь не выкопана вообще не пойму вот дела что-то как-то так получилось что и медь не выкопана ну и ладно теперь будет выкопана немножко подроем наверно таким вот образом чтобы невиданных вещей невиданных участков стен просто не было потому что им не нравится и вот теперь шахтерам есть чем заняться да вот прекрасно а то как это без дела бедные несчастные мы шахтеры были теперь вот у них будет чем заняться так прям аж прекрасный звук работаем киркой усиленно и вот смотрите сейчас только что гном с тележкой собрал кучу огромную кучу сырца камня сырца и и уволок сразу всю кучу целиком это хорошо на самом деле приятно так видеть как нам нам работ ну все равно бездельники есть есть бездельники которые ничем не занимаются просто я чувствую это нету значит показалось так сделали нам березовую до сделали а это означает что наконец-таки нам сделали и саму кровать так вот сделайте нам кроватку березовую соберите уважаемый плотник чёт приоритета что ли выставлены кастом почему кастом то не кастом ты у нас плотник где плотник карпентер да ты у нас плотник как-то странно все с приоритетом так здесь должен быть более высокий приоритет всегда чем здесь а ну да естественно нужно сначала матрас чтобы нам собрали а то есть чего же то я собираюсь чтобы нам делали так мы посмотрим вот дать мои предположения на тему залежей серпентина и прочих вещей оказались абсолютно справедливы здесь да действительно залегает серпентин так что такие вот дела так строим немножечко еще достаточно шустро кстати работает у нас шахтер уже посмотрим как то вот так мне кажется будут располагаться здесь всякая разная серпентин его истина поэтому тоже строим для красоты как-то на слишком уж иначе торчат а чем мы занимаемся занимаемся тем что потихонечку обустраиваем подготавливаемся к обустройству все-таки спален уже что я вижу что как минимум пазбище яков полная да я спокойно вытянул давайте сразу назначим в нем на нашу стандартную 2 плюс 12 думаю не только мою стандартную да у всех наверное это немножечко умеет считать это и в основном становится стандартным для пастбища прекрасно гномом езде кушать пока я конечно хотелось потом в дальнейшем больше столов поставить и стульев но думаю этого пока гномом хватает поэтому не будем особо там заморачиваться на эту тему так то есть у нас еще много-много меди немного-немного но но есть как кажется так будет красивее ой 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 обычно конечно стараюсь не вырывать вот эти вот участки так давайте я и так и сделаю отменю чтобы не рыли они драгоценные камни наше мнение это во-первых полноценной ювелирной мастерской и работ по этому поводу тоже полноценных вестись не будет сейчас а лишние вырытые камни делают так что мое королевство становится более дорогим ну и в конечном счете это означает более интересным для захвата всякими разными лоблинами и тому подобным личностям поэтому я как раз таки крытье камушков отменяю хотя руки честно говоря сразу чешется такое когда дело видишь капканы драгоценные не надо сразу же выкопать нет мы где-то сейчас сделать не будем как раз таки наоборот мы оставим жилу в покое тут даже две драгоценных камни жилы драгоценных камней а не одна ну что ж на этом я заканчиваю серию с вами был Рано подождите подождите ну давайте хоть последнюю кроватку кроватку к нам собирали нет? нет? собрали кажется да? все готово для кровати кровать есть? нету? есть кровать первая кровать установим ее в первую гномскую палату так и теперь мы выберем не Энни а именно березовую так и кроватки кроватки у меня будут располагаться хочется делать двухспальные честно говоря кровати чтобы каждый гном там имеет право на семью и все такое ну как бы это красиво их располагать ладно пока будем делать односпаленки вот так вот в уголку да ну теперь нам просто их начнут сразу массово изготовлять так вот таким вот образом мы наконец-таки наши гномов опять не сильно распаляясь начнем потихонечку да 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 потихонечку что называется включать им комнаты на места вот теперь я готов закончить серию так что-то не совсем готов так вот теперь я готов закончить серию всем спасибо за просмотр с вами был ранор и наши гномы счастья вашему дому пока 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 пока